Всем привет, с вами Прео. Продолжаем цикл видосиков по ковенантам. Сегодня рассмотрим ковенант Кирий, ковенант Вентиров. Был рассмотрен вчера. Ссылочки будут в описании, само собой, на абсолютно все ковенанты. Начнем же. Ковенант Кирий, награды за известность. Renown, Rewards. Общая информация, опять же, которая может поменяться. Общая информация о вообще, в принципе, всех ковенантах, то есть, что мы с этого получаем. Мы рекрутим себе мопцов, мы получаем различные таланты, тиры в проводнике душ. Мы увеличиваем item level вещей, которые мы получаем с локалочек. Мы получаем различные легендарные рецепты питомца маунтов и трансмог ковенантовый. Мы открываем части ковенантовой кампании, а также увеличиваем число душ, которых мы можем спасти из утробы. Далее нам написаны координаты, где стоит мопчик, у которого мы забираем абсолютно все награды. Ну и в какой локации он стоит. Также представлен интерфейс всего этого ковенанта, а именно ковенантных наград. На 36 уровне мы получаем иллюзию для пушечки. Вырезал ее в фотошопчике. Вот, собственно, красивая такая иллюзия. Мне она очень-очень нравится. Награды абсолютно все прописаны по левелам. Посмотрим основные награды, не будем все их рассматривать. Шестой уровень. Интересный плащик в виде диска, в виде круга такого. Одиннадцатый уровень. Камень возвращения кирий с интересной анимацией. Вот, собственно, анимация. Очень похоже на тот камушек, который мы получаем за предзаказ Shadowlands. По-моему, там как-то так же ручки поднимаются, такие же кружочки крутятся. Но, может, в игре это будет чуточку иначе реализовано. Может, крылья будут за нами появляться. Хотя крылья — это тоже плащик. Немножко я скакнул вперед, но все же. Четырнадцатый уровень. Memory of a Vital Sacrifice. Такая же легендарная сила, такая же легендарная мощь, как и у других ковенантов. То есть на четырнадцатом левеле абсолютно у всех ковенантов одна и та же награда, а именно легендарная мощь. Далее. Двадцат третий уровень. Маунт. Один маунт. Обычный, не бронированный. Двадцать седьмой уровень. Питомец. Красивый, милый, реально классный совенок. Тридцать четвертый уровень. Плащ в виде крылышек. Очень красиво смотрится. Тридцать шестой уровень. Иллюзия, как уже было сказано ранее. Тридцать седьмой уровень. Ковенантовое оружие в виде трансмога. На тридцать втором мы также завершаем сбор ковенантовой брони. То есть последние три кусочка получаем. А именно шапка, нагрудник и плечи. Тридцать девятый мы получаем последнего интересного маунта, бронированного уже. И на сороковом мы получаем звание. Hand of the Archon. Рука Архонта. Написана краткая информация. То, что на двадцать третьем и тридцать девятым мы получаем маунтов. На двадцать седьмом мы получаем питомца. На одиннадцатом мы получаем игрушку для камня возвращения. На сороковом мы получаем титул. Вот они маунты. Получается, первый на двадцать третьем уровне дается известности. А второй маун дается на тридцать девятом уровне известности. Конечно, тот, который за тридцать девятый, он выглядит круче. На нем больше брони. У него вставки имеются интересненькие, такие голубенькие. Питомец представлен в обычной, так сказать, местности. Рассмотрим абсолютно весь трансмог, который можно взять из Ковенанда Кири. То есть, это сетики, это плащи различные. И все на этом получается. Для всех типов брони имеется. То есть, ткань, кожа, кольчуга, латы. Далее, опять же, другая вариация. Ткань, кожа, кольчуга, латы. Самая последняя. Еще одна вариация. Ткань, кожа, кольчуга, латы. Как-то интересненько выглядит сумеречная такая расцветка. Ткань, кожа, кольчуга, латы. Более осветленные. Круги. Давайте рассмотрим, как они выглядят на вообще, в принципе, персонажах. Как они сидят на них, скажем так. Live in 3D модель. Смотрим. Разворачиваем спиной. Вот такой вот кружочек будет за нами в виде плаща. Красивенько. Ну да, интересно, величественно смотрится. Прикольно. Разные расцветки имеются, само собой. Под разные сеты. То есть, сумеречные, обычного цвета, более осветленного. Также присутствует еще один интересный плащик. Тоже величественно смотрится. Может, под какой-то сетик пойдет. Кому-нибудь. Тоже рассмотрим вид со спины. Само собой, эмблемка Ковенанта Кири. Капелька такая. Хотя, где-то мы эту каплю уже видели в другой игре. Ну да ладно. Другие расцветки также присутствуют. И крылышки. Вот крылышки просто бомбезные. Просмотрим их тоже. Live in 3D модель. Это круто. То есть, перманентные крылья для трансмога в виде плаща. Что может быть лучше? Да, у нас есть огненные крылья, которые даются в виде игрушечки с ярмарки на валуне. Но тут постоянные крылья. Если еще будет какая-нибудь хотя бы мини-анимация, это будет круто. Так же другие различные расцветки. И все на этом. Получается миленько, красивенько, величественно. И выглядит все божественно и по-ангельски. Как-то так. Красивенько. В отличие от винтиров, где все довольно-таки, скажем так, могильно выглядит. В виде всяких надгробий, в виде всяких цепей. Тут прям такой свежий взгляд на игру. Можно увидеть крылышки, диски. Чудно, чудно. То есть, я уверен то, что те люди, которые вступят в Ковенант Кири, будут довольны всем этим трансмогом. Ссылочки будут в описании. Абсолютно на все полезные ресурсы. Также там будут ссылочки на абсолютно все Ковенанты. Со временем будут рассмотрены все Ковенанты. Остались, получается, феечки и некролорды. Берегите ноги, мойте руки. До скорого.